Всем привет! У меня есть диск, отдельный внешний диск на 4 терабайта, Макстер, и недавно у меня возникла проблема с этим диском. Проверьте диск и исправьте ее. Вот так вот выглядело это уведомление. Я испугался, подумал, ну все, накрылся мой диск. Я могу посмотреть там то, что на нем хранится, я могу запустить файлы, которые на нем сохранены, но я не могу на него ничего скопировать и с него тоже скопировать я в принципе ничего, насколько я помню, не мог. Когда я начинал копировать, у меня возникала вот такая ошибка, ошибка вот с таким кодом и вот такая вот надпись. Не удалось создать файл из-за непредвиденной ошибки. При повторном появлении этого сообщения об ошибке, выполни поиск по коду ошибки для получения справки по этой проблеме. Ошибка такая, то запрос не был выполнен из-за ошибки ввода-вывода на устройстве. Короче, я начал гуглить, нашел некоторые варианты решения проблем. Сейчас расскажу о том, что я сделал, что мне не помогло и потом расскажу о том, что я сделал, что мне помогло. Первое, что я сделал, это первый совет, который дается, это отключить антивирус. Я пошел в свой замечательный аваст, сделал вот такую опцию управление экранами, отключить на 1 час. Ничего не помогло, у меня продолжалась вот эта ошибка и копирование у меня не происходило. Следующее, что я сделал, это я запустился в безопасном режиме. Для этого я нажал Windows R, здесь я вбил вот такую конфигурацию ms-config, ok. И здесь у нас есть такая штука, загрузка и здесь безопасный режим. Запускаем эту галочку, безопасный режим, выбираем любую в принципе. Я выбрал минимальную, я загрузился в безопасном режиме. То есть нажимаешь ok, он предлагает перезагрузиться. Да, ты перезагружаешься, я это проделал, та же самая ошибка, все точно так же, проблема осталась. Также запускаем там в безопасном режиме Windows R, появляется ms-config, опять ok, нажимаем, появляется это окошко, убираем безопасный режим, нажимаем ok и он у нас перезагружается уже в обычном режиме. Начал искать проблему собственно в железках. Поменял кабель, в принципе кабель обычно да, бывает такое, что кабель где-то глючит, перегнутый, собственно не помогло. И то, что мне помогло, это вот такое вот решение. Зашел в диск, выбрал свойства, здесь выбрал сервис проверить и вот здесь нажал проверить диск. И интересно, что до этого я делал эту штуку, но у меня ничего не исправлялось, была та же самая проблема. Потом я даже назначил проверку при перезагрузке, то же самое, он у меня два раза проверял диск при перезагрузке, ничего не помогало. И потом, после всех этих действий, когда я нажимал проверить, у меня здесь появилось не просто проверить диск, а появилось восстановить диск. Нажимаю восстановить диск, проходит зеленая полоска, восстановление процесса и все, и после этого диск заработал. Вот теперь я на него могу заходить, я могу на него, видите, копировать, у меня есть доступ к этим файлам, я могу их открыть, могу скопировать отсюда, могу скопировать сюда. В любом случае, диск работоспособный. Вот такой вот способ, как победить эти две ошибки. Ошибки звучат следующим образом. 0x87045d, вот такая ошибка. И ошибка, возникла проблема с этим диском, проверьте диск и исправьте ее. Эти ошибки я без проблем смог побороть, можете попробовать мой способ и, собственно, не отчаивайтесь, не опускайте руки, потому что я уже собирался, кстати, вот как выглядит процесс восстановления, я уже собирался идти в магазин за новым диском, по-быстренькому скопировать информацию, пока она еще копируется. И самое смешное, что этим диском я не пользуюсь, то есть это у меня просто файлообменник, я туда два раза в жизни я его заполнил на максимум. И вот сейчас, это вот второй раз, когда я его заполняю на максимум. На нем только, как вы можете заметить, половина информации, то есть из 4 гигов здесь полтора. То есть этот диск вообще новенький. И для меня это было удивлением, что этот диск вот так некорректно заработал. Ну, всякое бывает, я прочел, что это скорее всего из-за того, что как-то некорректно Windows отключила диск. То есть я обычно использую систему отключения вот такую. Раз, вот еще видите, устройство используется. А что оно используется, я как бы им не пользуюсь. Ну, вот так вот он решил. То есть нужно обязательно корректно извлекать всегда, не выключать насильно. И тогда, я думаю, что эта ошибка возникать не будет. Спасибо за внимание, всем хорошего настроения и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok